Видеоканал Салапин.ру представляет Всем привет! Два года назад один добрый человек подсадил меня на лодочную ловлю. И с тех пор я, разумеется, задумался о приобретении своей собственной лодки. Поскольку последний раз своя собственная лодка у меня была 30 лет назад, и не у меня, а фактически у бати моего, то я, конечно, очень смутно себе представляю всю лодочную тематику, но за эти два года в теории очень сильно подковался, походил на разных лодках с товарищами и понял, что нужно мне для моей рыбалки. К счастью, на весенней выставке подвернулся удачный очень случай. Я увидел там лодку Polar Bird 340 и понял, что это именно то, что мне и нужно. Сейчас я ее буду раскладывать, разложим-сложим и расскажу подробно, почему я выбрал именно эту лодку. Лодка пришла ко мне в двух мешках. В одном мешке сама лодка, в другом мешке полы. Начинаем разбирать, собственно, саму лодку. Вынул из сумки лодку, теперь ее надо накачать. Для накачки, конечно же, лучше всего упростить себе жизнь и использовать какой-нибудь насос. Есть хорошие насосы высокого давления, которые нормально накачают эту лодку. Но у меня уже был вот такой дешевенький насосик, который я использовал для того, чтобы накачивать матрасы в палатке, подушки туда же. Такой вот, можно сказать, бытовой туристический насос. Он не может накачать ее до нужного давления, все равно придется докачивать лягушкой. Но придется сделать буквально 10-15 качков ногой и лодка будет уже полностью накачана. Также зарядки этого насоса хватает ровно, чтобы лодку порядка 320-340 в длину накачать и после рыбалки сдуть основное количество воздуха из нее. Поэтому я решил, что пока дорогостоящий, серьезный, хороший насос я покупать не буду, буду использовать этот. Единственный момент, поскольку у него сила давления не очень велика, его нужно доработать. На носике вот здесь необходимо или вернуть шуруп, или вот как здесь просверлить дырочки, закрепить какую-то скрепку, чтобы он этой штукой продавливал клапан. Последовательно накачиваем все отсеки лодки с помощью насоса, докуда сможем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень быстро, за несколько минут буквально, лодка приходит на 80% в рабочее состояние. Совсем немного остается докачать, но прежде чем это сделать, мы должны поставить в нее пол. Фишка этой лодки в патентованной конструкции полов. Полы на нее встают и снимаются даже на накаченной лодке. Берем сумку с полами, достаем полы и устанавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинаем сборку с носового отсека, который с отверстием. Для удобства все элементы пронумерованы циферками, не ошибетесь. После установки носового отсека по ел, надо ставить стрингера. Вот эти штуки стрингерами называются. Ставим их в бока. Такая необычная конструкция полов позволяет устанавливать их, во-первых, на накаченной лодке, во-вторых, как конструктор, задвигая его, только сначала надо вот так вот ее положить туда, под углом, затем по направляющим, как конструктор, поехало. Следующий кусок нашего конструктора, заводим его опять под углом, попадаем в паз и задвигаем. Ставим вторую часть, короткую, стрингеров на место и продолжаем сборку пола. Шестая часть самая ответственная. Она у нас распирает весь пол и фиксируется в торце двумя специальными фиксаторами. Фиксаторами шестая часть закрепляется на месте и предотвращается ее выскакивание. Осталось накачать последний отсек в лодке, докачать лягушкой лодку, собрать весла, установить их на место. И, в принципе, все готово. Субтитры создавал DimaTorzok Лодка полностью собрана. В комплекте еще есть две банки, а по-простому сидушки фанерные, которые здесь вот ставятся по системе Электрос-Легпаз, но я их даже брать с собой не стал, потому что мне они не нужны. Сейчас мы перейдем к рассмотрению того, почему же я все-таки выбрал именно эту лодку, и я подробно об этом расскажу. Отталкиваемся, как обычно, от условий ловли. Здесь не скажу ничего нового, все как обычно. Рассмотрим, как и что мы будем ловить, а потом сразу поймем, почему эта лодка идеально подходит под эти условия ловли. Итак, ловим вдвоем, ловим без мощного мотора, либо идем на веслах расстояние до 100 метров, либо берем электромотор. Ловим какими снастями? Это либо поплавочная удочка, махалка 5-метровая, либо короткий пикер, либо бортовые удочки. Сидим в лодке поперек. Один рыболов, как я сейчас, между нами ведро с прикормкой и все прочее, второй рыболов ближе к носу. Соответственно, нужен максимально широкий кокпит, или вот это вот расстояние внутреннее между баллонами лодки. Опытным путем установлено, если это расстояние меньше 80 сантиметров, буквально через час-другой у вас начинают отваливаться ноги, затекать. Вы их не можете даже здесь немножко вытянуть. Это не ловля, а пытка. А сидим мы долго, 6-8 часов в лодке, поэтому здесь расстояние нам, по сути дела, чем шире, тем лучше. Но меньше 80, оно просто не имеет права быть. И как показала практика, таких лодок почему-то очень-очень мало. То ли более узкие, они более быстроходные, то ли, когда ловишь спиннингом, то эта ширина вообще не нужна. Почему-то подавляющее большинство лодок такой шириной не обладают. А нам она нужна просто как воздух. Это вообще вот сейчас, о чем я сказал, это вообще наиважнейший параметр при выборе. То есть, если этого параметра нет, дальше можно не смотреть. Какая бы ни была лодка дальше, хоть она алмазами с бриллиантами усыпана, и она не подходит. Второй момент. Обратите внимание на обводы носа. Они максимально широкие, то есть туда войдет очень много вещей. Лодка к носу не заужена, и не пропадает полезное пространство, а наоборот оно появляется. Опять же, если это скажется каким-то боком на ее быстроходности, ну и что, под электромотором быстро она у меня все равно не пойдет. А пойдет ровно так, как надо. Зато вещей, которых у нас очень много, я надеюсь, я еще покажу вам в видео об устройство наше, внутри лодки, как мы ловим, сами увидите. Вещей очень много, и там они прекрасно все помесятся. Я брал лодку, рассчитывая ловить в ней вдвоем. Когда ловишь вдвоем, как показала практика, длина меньше 3 метров 20 сантиметров, лодки эти практически, опять же, уже из-за своей длины непригодны. В них и не разместиться вдвоем как следует, и с нашим количеством скарба точно не получится. Поэтому длина 320-340 является оптимальной. Я посмотрел разницу в весе, она оказалась около 5 килограмм, и получилось, что лучше взять 340, какую я, собственно, и взял. Остальные параметры, на которые я смотрел, это уже касается, собственно, общий лодок вообще. Это толщина материала ПВХ, из которого она сделана. Здесь вся лодка сделана из 900-го ПВХ. Это уже довольно-таки толстый материал, более стойкий к проколам, к истиранию и так далее. Материал полов 12-миллиметровая фанера. Опять же, я рыбак нелёгкий, к сожалению. Всё пытаюсь похудеть, да всё никак. На этой фанере я спокойно стою, она подо мной не гуляет, не играет, не проваливается, и я не чувствую, что сейчас я ухну куда-то вниз. Как это нередко бывает, достоинства эти оборачиваются, к сожалению, и недостатком лодки. Пока сколько не придирался, нашёл один недостаток. Лодка тяжёлая. Материал 900-й, соответственно, весит много. Фанера 12-миллиметровая полы, тоже весит очень немало. Но поскольку мы, опять же, ездим вдвоём на рыбалку, 30-килограммовый мешок вытащить из машины, положить и разложить его, особой проблемы не составляет. Зато надёжно, комфортно. Что ещё могу добавить? Сейчас я под мотором, под настоящим взрослым не хожу, только под электрическим мотором. Но никто не сказал, что в будущем я не буду этого делать. На эту лодку можно установить мотор до 15 лошадей, что мне, для моих рыбалок уж точно за глаза хватит. Поэтому такая возможность, хотя она мне сейчас, например, не нужна, но пусть будет, вдруг пригодится. В дальнейшем я планирую, кроме, собственно, видео с рыбалки на этой лодке, показать вам на моём канале ещё, как мы её оборудуем дополнительными какими-то приспособлениями, которые облегчают нам жизнь на рыбалке и упрощают её. Как мы в ней размещаемся, как мы помещаемся в этой лодке, где у нас что лежит, потому что, ну, за два года уже выработалось определённый распорядок, где кто сидит, где чего лежит. Всё удобно, всё под рукой, ничего не мешается, не отвлекает от процесса. Это тоже, я надеюсь, будет довольно интересно. Чтобы не пропустить эти видео, не забудьте, кто ещё не подписан, подписаться на мой канал. А сейчас всё в обратном порядке. Складываем эту лодку. Прежде чем приступить к складыванию лодки, я хочу поставить один эксперимент. Производитель заявляет, что на полностью надутой лодке можно снять полы, не особо напрягаясь. Я хочу это проверить. Почему для меня этот момент является важным? Когда мы приходим после рыбалки, из-за того, что ловим с прикормкой, на полу творится просто, ну, страшно себе представить, что вода, прикормка, всё это вот это грязное месиво. И было бы очень удобно сначала вынуть полы, быстренько их тут же в воде промыть, прополоскать, поставить, сушить. Потом надутую лодку тоже ополоснуть, вылить из неё воду и тоже редком просушить. Нежели спустить лодку и она в таком полуспущенном состоянии, мыть её гораздо менее удобно. Давайте проверим. Прежде чем разбирать пол, естественно, я сдую киль, потому что иначе он их распирает и мешает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Честно говоря, даже сам не ожидал, что у меня получится, но получилось. Разобрал полностью пол на полностью накачанной лодке, значит, его можно и собрать на накачанной лодке, но всё-таки, мне кажется, собирать более удобно, когда она вот чуть-чуть не докачана. Как раз столько, сколько мой поросёнок-насос её набивает. Вот на этом вот уровне его собирать самое удобное. Отлично, буду этим пользоваться. А теперь снимаю вёсла, сдуваю окончательно лодку и убираю её в транспортировочное положение. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова» Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова» Все, что не докачали поросёнком, надо спустить с помощью лягушки, потому что, если лодка будет надутая, она ни в один баул не влезет и в транспортном положении будет занимать очень много места. Для того, чтобы лодка не занимала много места по ширине, подворачиваем немножко борта у неё. Лодка собрана, можно убирать машину и ехать с рыбалки. Кому что непонятно, спрашивайте, будем изучать лодочное дело вместе. Надеюсь, что в сезоне увидим ещё не одно видео с участием и этой лодки, и про то, как мы ловим лодки. А пока я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. Ни хвоста, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин